Сегодня лекция номер два. Она будет посвящена простой и утилитарной довольно вещи. Если, например, на прошлой лекции мы с вами изучали, что вообще можно, делали обзор какой-то курса, стандартный, на этой лекции мы просто уже начнем заниматься делом. Так как мы изучаем с вами практические алгоритмы, практические способы, программные способы реализации вычлительных методов, то мы начнем с базового набора библиотек. Значит, мы с вами будем изучать библиотеки OpenFoom. Лекция будет про программирование немножко, точнее, про использование библиотек или про использование этих методов. Физики почти не будет, но в конце я вас порадую. Ну, я надеюсь. Ладно, поехали. Так, вот тут краткое содержание лекции. И давайте начнем. Значит, что такое OpenFoom и вообще чем мы будем заниматься? Значит, в обзоре курса, если вы читали или что я говорил в прошлый раз, мы будем пользоваться свободно распространяемым программным продуктом, да, так называемым OpenSource. Значит, мы будем его использовать во всех основных процессах, которые нужны. Препроцессор, сами вычисления и постпроцессор, обработка результатов. Я сейчас произношу термины на самом деле, и хорошо бы, если бы вы погружались в эти термины. Они стандартные, они всегда используются. То есть, когда на совещаниях или еще где-то говорят препроцессор, все понимают, о чем речь. Препроцессор – это подготовка геометрии расчетных сеток. Сами учисления, там, солверы, да, это, собственно, решение уравнений, численное решение уравнений. Постпроцессор – это обработка результатов, которые в итоге получились. То есть, вот такие схемы. В той или иной степени мы все эти процессы изучим на свободно распространяемом программном обеспечении. Сегодня мы посвятим время изучению основной нашей библиотеки для решения уравнений обычных, обыкновенных, дифференциальных и в частных производных. Эта библиотека называется OpenFOC. Чем она хороша? Чем она, как бы, вот нам полюбилась? Прежде всего, это свободно распространяемый программный код, над которым работают много людей во всем мире. То есть, много квалифицированных физиков и квалифицированных разработчиков создают эту библиотеку. В той или иной степени в ней реализуются почти онлайн или с небольшим лагом по времени основные наработки науки вычислительной газовой динамики. К примеру, если появляется какой-то особый сеточный метод или появляется метод движения границ или метод разделения фаз, он довольно быстро реализуется в OpenFOC в этой библиотеке. То есть, вы, как исследователь, как будущий исследователь, вы довольно быстро проскакиваете очень сложные и довольно рутинные операции. То есть, работа и обработка сетки, подготовка сетки, например, адаптацию сетки к решению – это сложные проблемы. И люди, которые не пользуются этими наработками, я это знаю, они считают это даже достижением. Хотя все это сделано и сделано хорошо. Итак, OpenFOAM – это open-source продукт, который позволит нам с вами пользоваться практически последними достижениями вычислительной газовой динамики. Ну или там, в какой-то степени, вычислительной физики. Значит, особенностью является также то, что мы, когда осваиваем библиотеки OpenFOAM и начинаем с ними работать как пользователи, мы автоматически, автоматически можем запустить наше приложение на суперкомпьютере. OpenFOAM означает то, что мы, использование OpenFOAM означает то, что мы работаем, запускаем приложение на суперкомпьютере. Вот это нужно ясно понимать. Ладно, давайте начнем немножко рассказ про OpenFOAM дальше, из чего он состоит, как он устроен. Значит, первая часть лекции будет посвящена тому, что я просто расскажу про эти библиотеки. Вторая часть лекции будет уже посвящена пробным расчетам. И в конце я вам покажу интересную штуку. С точки зрения технологии, или математического моделирования. Математическое моделирование, ну вот тут выписано, это в принципе реализованный конечно-объемный метод, про который мы с вами так вкратце говорили на прошлой лекции, но более серьезно вы будете говорить об этом в осеннем семестре следующего года. Значит, вот тут написано вторым пунктом сетки на основе многогранников, там, или про не структурированные, да, это большая проблема. Дело в том, что для сложных объектов вычлительную сетку построить не так-то просто. И параллепипеды, всякие там ровненькие, квадратненькие сетки построить часто не удается. Или невозможно. Поэтому используют не структурированные сетки. Это когда все пространство, которое нас интересует для расчета, заливается такими фигурами, произвольными, произвольной формы. Вот этих, вот. Извините, сейчас быстренько. Алло, я перезвоню после лекции, я сейчас на лекции. Хорошо. Так, сейчас я выключу телефон. Вот, не структурированные сетки, это все поддерживается. Ну, вот этот слайд означает, что мы поддерживаем все по последнему, по последнему слову. То есть, второй порядок аппроксимации у нас по времени, значит, адаптация к решению, динамически меняющиеся сетки, декомпозиция, ну, декомпозиция, это понятно. Так, ну, физические модели, какие реально мы можем просто взять и начать использовать, да? Это различные термодинамические библиотеки, разные жидкости, значит, ньютоновские, неньютоновские, знаете, что такое, да? Ну, ньютоновские жидкости, это когда вязкость не зависит от градиента скорости. То есть, это ньютоновские жидкости. Основные решатели, да, не сжимаемые, сжимаемые течения, понятно, многофазные течения. Что это такое вообще? Многофазные течения – это нетривиальная вещь, это когда у нас, значит, необходимо решать, необходимо решать задачу, в которой, например, присутствуют воздух и вода. То есть, две фазы. Вот какое-то там течение идет у нас с двумя фазами. Турбулентные течения мы тоже с помощью этих, с помощью этой библиотеки моделируем. Про турбулентность у нас будет, про моделирование турбулентности. Будет отдельная лекция, я расскажу позже там про основные модели турбулентности и каким образом они реализуются вот нашими средствами, да, OpenFoom. Ну что, удобный интерфейс, значит, очень важная вещь, что мы, так называемый, метаязык реализован. Сейчас я вам покажу, что это такое. Вот здесь, на этом слайде написано уравнение, там, как бы, да, сложное уравнение какое-то там в пространстве частных производных. Вот, а внизу написан пример так называемого метаязыка, каким образом это уравнение записывается в коде C, в C-шном коде, в C++-ном коде программы. То есть мы каким-то образом, мы каким-то образом записываем уравнение, да, привычной нам форме, и мы не пишем вычислительную схему, как это делается обычно, а мы пишем метаязыком эту формулу, а вычислительную схему настраиваем другим способом. Все это мы будем рассматривать, там, в следующем семестре. Для нас важно понимать, что OpenFoam это мощный, мощный инструмент, который предоставляет нам возможности. Какие это возможности? Во-первых, работа с сетками, произвольными сетками, структурированными, не структурированными. Второе, это физика, то есть теплофизические свойства различные можно менять. Турбулентное течение, считайте, сжимаемый, нежимаемый газ. Вот эти возможности мы можем делать все. Значит, и следующий важный момент, это то, что, когда мы сами создаем наши решатели, наши программы, мы пользуемся вот этим метаязыком. То есть мы в C++-ном коде формулируем уравнения, которые нас интересуют, и как-то с ними дальше работаем. Итак, приступим к изучению самого OpenFoam, из чего он состоит и что там к чему. Это нужно знать. Значит, здесь VMProjectDeer, это папка, в которой расположены все остальные файлы OpenFoam. Значит, кратко, CRC это библиотеки, DOC это документация вся, Tutorials, очень полезная вещь, когда вы это увидите. А на сервере вы сейчас имеете доступ к этим папкам, если вы залогинитесь, я там вам потом скажу. Вот, вы можете в этих тюториалах посмотреть любые примеры использования, значит, любые примеры использования OpenFoam в расчете. И сейчас, ну, во второй части лекции я вам это покажу. Так, платформа, это платформа, там исполняемые файлы, это когда мы компилируем библиотеки или там сами решатели, мы туда складываем наши решатели, наши исполняемые файлы. Значит, отдельно расскажу про папку Applications, значит, там, собственно, и находятся все базовые типовые решатели. Какие? Там, все, что я перечислил по поводу сжимаемой-нежимаемой жидкости, значит, базовые такие вот решатели, там, основные решатели, например, решение уравнения теплопроводности, там, перенос, уравнение переноса какой-то скалярной величины по полю. Вот, все это как бы, все это есть примеры и так далее. Вот сюда смотрим и учимся. Так, что такое решатели и утилиты, как они устроены? Отдельно рассмотрим вот папку, каким образом устроена папка решателей. Значит, если мы с вами решили создать свой собственный модуль, мы делаем примерно следующее. Мы копируем вот эту папку, которая находится где-то в этих, в Applications Solvers. Вот, мы ее копируем и на ее базе создаем свой проект по компиляции нашей программы. Значит, основные там файлы обычно, там, в файле make это инструкции по компиляции, там есть собственный язык, собственное описание упрощенное, и мы компилируем с помощью команды vmake. В этих файлах make лежит настройки options и список файлов, которые используются в проекте, и все. Там потом сами, сами инструкции по компиляции он делает автоматически, и потом компилирует приложение. Так, вот здесь примерный список типов солверов, которые есть. Обратите внимание, что есть даже стресс-аналисис и финансовые какие-то солверы. Я никогда, я в финансовые никогда не заглядывал. А вот эти вот Basic и Compressible мы с вами будем рассматривать, мы их будем использовать. В Basic хранится интересный солвер Laplacian Foam, который является... А, еще будем использовать Compressible, конечно. Есть тоже, да, ну ладно. Laplacian Foam, который является, собственно, решением уравнения теплопроводности. На следующей лекции мы его выпишем, решим, и я покажу, каким образом решать уравнение теплопроводности, вот, от А до Я с помощью вот этих вот механизмов. Так, вот эти ссылки запомните, они полезные. Чем они полезны? Ну, скачать можно OpenFoam вот отсюда. Задать вопросы можно или скачать на форуме, который там показан, текст. Значит, в принципе, все, что... Все, что у нас вот этого типа есть, оно... Оно на CFD Online на этом форуме есть. То есть, я не думаю, что вы выдумаете какой-то вопрос, условно говоря, которого там нет при использовании OpenFoam. Итак, значит, краткий обзор этих библиотек мы с вами завершили. Это надо сделать, потому что нам надо знать, чем мы работаем. Значит, итак, OpenFoam — это набор... OpenSource набор каких-то решателей и библиотек, с помощью которых мы можем решать уравнения в частных производных. Сами уравнения в частных производных мы можем задавать, значит, в тексте программы C++ специальным мета-языком. Это полезная вещь. Ну и, значит, помимо прочего, в тьюториалсах очень много примеров использования этих решателей. Заглядывайте туда. Просто заглядывайте и учитесь. Значит, вот это важно. Так, ну что, давайте еще раз разберем. Теперь... Теперь давайте немножко подумаем, да. Вот на слайде у вас сейчас обозначена структура для проведения расчетов. Ну, чтобы было понятно и логично, что тут изображено, давайте немножко подумаем. Итак, что нам нужно для того, чтобы расчет состоялся? Это начальные условия, граничные условия, область расчета. Какая-то, да? Ну, представим какой-то куб. Ну и мы, например, вот с этой стенки его решили нагреть. И, например, тут какая-то температура там. Т1. Что нужно для расчета? Для реального проведения расчета? Первое. Нужно описание куба. Описание куба. Да? Вот этого куба. Нужно показать, где у него какие границы у самого куба. Это все в описании. Итак, внутренняя область куба, границы куба. Границы куба. Нужно задать граничные условия. Где мы спишем Т1, Т2, Т3? В какой конкретно границе? Где конкретно? Вот. Так, начальные условия, да? Граничные условия. Начальные условия. Какое здесь поле было до того, как мы начали считать? Мы должны это все задать программе. Так, ну и мы, собственно, должны указать, а, собственно, что нам интересно? Через какое время мы хотим получить результат? С каким интервалом мы хотим получить результат? В какой форме мы хотим этот результат записать, чтобы потом обрабатывать? То есть мы должны сформулировать некие там рантайм, да? Рантайм условия, это называется. То есть как бы условия выполнения программы во времени. Итак, еще раз. Описание области, которые мы хотим считать. С указанием границ этой области, которые мы будем считать. Описание начальных условий, граничных условий. И описание, собственно, как мы будем считать, какую информацию мы хотим получить в результате, в каком виде. Вот это совершенно естественные просьбы, требования, что хотите. Значит, что у нас есть? Мы пока не очень с вами углубимся в этот слайд. Я на следующей лекции еще подробно буду его рассматривать на примере другого расчета. Вот. Значит, здесь кейс директори, это сама директория расчета, которая должна содержать что? Polymesh. Видите, вот тут? Constant Polymesh. Constant Polymesh. Это, собственно, описание сетки. Здесь хранится наша область. На этой области у нас есть описание ячеек и их границ. В директории 0 описание начальных условий, которые мы хотим задать при расчете. Потом я более подробно вам это расскажу, но уже на примере лучше. А в директории System мы храним наши настройки самого расчета. Значит, файл ControlDict содержит некий runtime вот эти вот настройки, как мы хотим считать. Дальше там два принципиальных файлах еще есть. Solution и Schemes. Ну, это такое разделение специфическое. Значит, Solution это решение уравнений линейных в основном. А схемы это численные схемы, которые применяются для решения уравнений на основе конечно-объемного метода. Учтительные схемы численные. Так, ну что, что у нас там по времени еще? 16, да? Так, что еще сказать такого? Значит, хорошо. Ладно, давайте я вам расскажу. Значит, вот здесь поставлена задача. Еще раз я вам... Вот, значит, тут написан пример, собственно, где лежит вот эта расчетная директория этого типа, которую я вам рассказал. Итак, расчетная директория, которую я описал, называется Cavity. Что это такое за задача? Это задача-пример, по которому мы рассчитываем движение жидкости, несжимаемой, то есть воды какой-нибудь. Вот в такой каверночке. Cavity это каверна. Значит, здесь у нас стеночки. Вот так вот. Здесь она жидкость. И тут жидкость. Наверное, где-то наверху тоже жидкость. И вот она вот здесь, вот эта жидкость течет с какой-то скоростью. И мы исследуем, что же происходит в каверне внутри. Как происходит этот расчет. Вот такая постановка задачи. Здесь я описал, как ее запускать. Давайте-ка я вам ее запущу просто и все. Посмотрим прямо тут. Такой расчет каверный, да? Где она там у нас? Вот видите, я иду в Tutorials, про которые я говорил. Можно вопрос? Да. На сервере логины, которые мы говорили, OpenFlow стоит? Или каждый сервер стоит? Стоит. Просто вот я сейчас открыл. Там дерево, 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 и крылья показывает. Совершенно правильно. Потому что вы должны, я в конце лекции должен был бы за вам сказать, где их искать. Ну, давайте, если хотите, сейчас скажу. Напишу там, по-моему. Где-то вот в этой презентации будет. Он должен быть от вас виден. Попробуйте. Значит, вот эти вот тестовые Tutorials, которые я вам сейчас рассказываю, лежат в директории Home User1 To Student Так, ну все, давайте времени тратим. Значит, вот у нас эти основные папки. Значит, еще раз. В этом студенте мы сегодня разбираем два кейса. Значит, первый кейс это вот здесь вот, в Tutorials хранится. Cavity. А второй это Dumb Break. Разрушение дамбы. Итак, поехали. Значит, вот у нас папка Constant. В Constant хранится описание сетки. Значит, описание сетки у нас в сеточном формате OpenFoam. Разберем его более подробно. На следующей лекции вот здесь, значит, ну так, в целом расскажу. Здесь описание точек сетки. Так, здесь описание ячеек. Здесь так называемых фейсов. Здесь описание всех соседей. А Boundary это описание физических границ. Как они называются. Еще раз пройдемся. Значит, как устроена как устроена расчетная сетка. Мы с вами в прошлый раз говорили, что это набор некоторых ячеек. Связанных. Ячейки состоят из точек. Сетка, набор вот этих вот конечных маленьких объемов. Значит, у нас есть точки-узлы этих объемов. Это points в терминологии. Описание всех точек, которые у нас есть вообще во всей сетке. фейс это описание грани расчетной сетки. Вот эта часть называется фейс. Фейс это набор точек. Набор точек. Сел или там оунер. Сел это набор фейсов. набор вот этих фейсов. Значит, в принципе, это достаточная информация для того, чтобы описать сетку целиком. Мы описали все точки, все грани всех ячеек, и мы описали все ячейки, из чего они состоят. Однако для вычисления необходимо помнить также и соседей каждой ячейки, чтобы каждый такт интегрирования не вычислять значение соседа. Поэтому это хранится отдельно. Neighbor. Для каждой ячейки список ее соседей. и баундери это набор или список, да, список, список, список фейсов, которые являются на границе. Вот здесь вот их будет очень много. И в этих баундере она объединяется в некое пространство, физическое пространство. На этих фейсах мы задаем граничные условия. Вот сейчас вопросы есть какие-нибудь? Все, тогда начинаем картинки смотреть. Так, ну вот транспорт пропертис это в данном случае мы здесь указали вязкость какую-то. Ну, транспорт пропертис это, например, вязкость, теплопроводность, еще что-то. Термофизические свойства это термофизикс, там вязкость, теплопроводность может быть тоже указано. Это некие справочники настроечные вот такого типа. Мы здесь укажем физические там какие-то, может быть, свои какие-то переменные еще сюда можно загнать. Это справочники, вот так они читаются. Так. давайте систем, значит, ну, control dict это основной файл как запускается расчет. Вот здесь список тех полей как запускается. Ну, вот тут все ясно. Application. Какое приложение мы собираемся запускать? Какой решатель? с какого времени мы стартуем расчет? Где мы останавливаемся? Какое время мы останавливаемся? С каким шагом мы интегрируем? И каким образом мы записываем? Вот у нас значит указано, что это time step и указано количество. Каждые 20 шагов мы будем делать запись. Посмотрим теперь директорию 0. В директории 0, так как у нас жидкость не сжимаемая, мы пишем условно говоря только давление и скорость. Каким образом мы их задаем? вот у нас описание boundary fields, то есть какие у нас граничные условия. Это этот файл стандартный типовой. Значит все физические величины в openfoam размерные. Обратите внимание здесь размерность физической величины указана. Это давление. значит мы описываем у нас давайте я вам сетку покажу сейчас сначала потом покажу граничные условия. вот у нас такая сеточка. Вот она. такой объем вот мы сетки сделали. неудобно, конечно, так. так, ну вот смотрите, вот у нас список вот тут вот указан в паравью, который я только что открыл. Ему можно просматривать сетки и поля. Значит, здесь указан здесь указаны физические границы, как они называются. Состоит она у нас из fixed walls, front and back и moving wall. Вот у нас три типа границ. На каждый из этих границ мы зададим граничные условия. Internal fields это все, все, что внутри границы. Значит, задача у нас двумерная, если вы поняли, но open foam работает только с трехмерными сетками. Поэтому мы на самом деле построили трехмерную сетку толщиной в одну ячейку и обозначили вот эти вот границы, которые не работают, как front and back. посмотреть это можно вот так. Поставить галочку и вот теперь смотрим только границы. Вот так. Вот на всех этих границах мы прописали граничные условия на скорости и на давлении и запускаем сам расчет. Открываем терминальчик и пишем «IcoFoM». Вот он у нас что-то посчитал. «IcoFoM». Как посмотреть результат. Вот это давление, это скорость. Скорость в разные моменты времени. Видите, сразу сошлась, поэтому не меняется. «IcoFoM». Можете это все посмотреть еще раз. Вот в каждый момент времени ровно в соответствии с тем, что мы задали в файле «CtrlDict» мы видим результаты расчета. В каждой папке 0,1, 0,2, 0,3 и так далее содержатся поля физических величин в численном виде. Вот у нас, например, 0,4 откроем. Вот какое давление у нас. Вот у нас давление вот такое вот везде. Вот они записаны. Так. Ну, ладно. Перерывчик сделаем. Что-то я еще посмотрю по это. По не она тут. Что-то у нас дальше. это я вам рассказал. это я вам все рассказал. Это тоже. Ладно. Все, друзья мои. Давайте на перерывчик. я вам расскажу про параллельное вычисление. Как с помощью этой штуки проводить параллельное вычисление. Так, друзья, но продолжим. Все там на месте. Так. Это я рассказал вам. Значит, что мы с вами еще сделали помимо того, что мы посчитали. на самом деле, на самом деле, мы с вами подготовили сетку. Сетку мы тоже сделали. Сетка делается запуском утилитки блок-меш. Значит, давайте я еще раз опишу, с какими, что такое сетка, сетка построитель. Сетка я вам примерно рассказывал. Значит, сетка построитель это специальная программа. сетка. Ты тормоз прошел. Я тебе еще раз повторю. Он войны сломал вопрос. Нету версии с читанием ты поймаешь ваше. Братан, микротон выключен. Так. Значит, сетки, друзья мои. Сетки. все же. Значит, для того, чтобы построить такие сетки, нужны программы. Мы с вами будем использовать... Их много, этих программ. И люди их пишут сами. И их очень много. Мы будем использовать с вами, будем изучать в ближайшее время немножко программ. Мы их будем изучать четыре штуки. Первая программа, которую я вам сейчас покажу, как пользоваться, это так называемая блок-мэш. Самая простая. Блок-мэш. Самая простая программка, которая является такой типу утилиткой OpenFoam, который строит простые. Вот. Потом мы с вами будем изучать программку мэш. Через без вот этой вот. Значит, эта программка такая более развитая. У нее такой уже свой внутренний геометрический форматик есть. Она строит объемные сетки. Вот. Потом мы с вами будем изучать CF-мэш. CF-мэш. Тоже полезная вещь, очень хорошо так полезно ее использовать. Значит, и еще мы будем использовать сетка-построитель. Я вам покажу, как пользоваться в рамках пакета солом. Но этот пакет он довольно объемный. Там есть и кат-раздел, и сетка-построители, и много других вещей. В том числе, кстати, отображение результатов и, например, такие экзотические вещи, как ЯКС, которые я тоже потом расскажу. Вот. Солома это такой большой пакет. Я вам покажу, как пользуется кадом из него и как строить сетки. Вот эти четыре программки таких базовых, которые полезны в работе и с помощью них можно построить нечто реальное, мы будем с вами изучать. Сейчас я просто покажу, как пользоваться блок-мэшем. Блок-мэш это программка, которая нам позволила построить фактически кубик, который мы только что видели. Помните, я вам показывал вот этот кавити кубик в одну ячейку толщиной. Вот так ячейки сделаны. Вот так. сейчас я открыл для вас открыл. Открыл. в папке систем у нас есть блок-мэш-дикт. И вот мы смотрим, как он устроен. Этот блок-мэш-дикт нам задает. и поехали. Это вершинки, описание вершинок куба, условно говоря. Описание вершинок нашего куба. Это точки. x, y, z этих точек. Потом мы описываем блоки. Блок у нас один, х-эдральный. Пока один. Их может быть, конечно, много. Здесь что видно? Из каких точек состоит блок и каким образом следующее вот это 20-21. Каким образом разбивать этот получившийся блок на части. Следующий вот этот скейлинг это в какую сторону сгущать сетку. Блок мэш очень активно используется в тюториалах. И там масса использований и вы можете просто их посмотреть. Я рассказываю о самом простом сейчас. И здесь дальше идет описание граничных ячеек. Вот мы здесь описываем как бы из чего состоит граница физическая. Итак, перед этим мы описали набор вершин, потом мы описали блок, а потом посмотрите, мы описали фейсы набором четырех вершин. И после этого мы мы после того как мы вот это описали мы знаем саму сетку ее размер ее ячейки ее геометрию все каким образом так потом мы вот по это в этом файле мы содержим содержится описание всей геометрии области и каким образом надо строить сетки это такие инструкции вот потом мы запускаем блок мышь программку саму вот я ее тут только что запустил вот так это делается и она нам что-то считает то есть она нам какие-то делает сетку а после этого мы проводим расчет после этого мы проверяем начальные граничные условия вот в нуле на всякий случай показываю вот я сейчас здесь нарушу там например если вы начнете этим пользоваться вы будете эту ошибку встречать вот я неправильно задал имя физической границы только что сохраняю и запускаю на расчет вот она мне дала ошибку в панику впадать не надо это значит ошибка это означает что вы при настройке граничных условий ошиблись с названием границы программа не нашла такое имя да при описании границ и вот так вот она вас ругает за это так ну что значит подведем итог запуска пробного ну пробного расчета и так самим первое задание зайти на сервер и самим выполнить этот расчет что надо сделать первое в директории которой я писал tustusens home user1 tustusens скопирую скопирую ее себе в свою директорию к себе папку ваш аккаунт скопировали потом нажали блок mesh построили сетку потом запустили расчет перед этим конечно же проверили граничные условия но там они правильные что потом делать дальше ну вот появились у вас какие-то файлы расчетные где-то на сервере далеко что дальше делать у вас файлы 0 0.1 0.5 constant system получилось все расчетный кейс выполнен вот вы это получили вы заходите по терминалу как вы это уже умеете делать потому что это было прошлое задание если вы под виндой то вы заходите через пати или другим каким-нибудь способом скачиваете себе этот кейс на локальную машину а на локальной машине у вас уже установлен пара view и вы с помощью пара view открываете этот кейс таким образом вы что-то насчитали на удаленном кластере простую программу скачали результат и смогли открыть программкой у себя на локальном компьютере это это вам первое задание вот так вот понятно о чем говорим лучше тесно ну все тогда дальше давайте я вам расскажу как теперь выполнять параллельные учисления сразу мы с вами находимся очень интересное историческое время на самом деле исторический момент значит и суть этого исторического момента вы это не ощущаете а я ощущаю в том что я сейчас вас научу считать сразу на кластере минуя или не минуя но вы можете сразу же с использованием библиотеки openfoam вы можете сразу работать на кластере я сейчас покажу вам как обычная жизнь человека вычислителя она примерно такая на четвертом курсе он приходит на базу и садится за компьютер и он пытается проводить расчеты какое-то время он сидит за персональным компьютером и диплом делает на персональном компьютере ну как бы это обычная вещь а потом он привыкает к этому и выясняется что какие-то результатики можно получать на таких хороших рабочих станциях которые вот есть персональные компьютеры человек человек к этому привыкает и становится разработчиком такого такого типа страшно не это страшно то что вычислительные мощности пока он сидит за персональным компьютером резко растут по скорости и падают в цене если бы он пользовался бы этими инструментами был бы очень хорошо часто бывает что в организациях есть уже суперкомпьютеры но нет людей которые могут с ними работать поэтому мы с вами вот это вот сейчас практику нарушим и сразу начнем работать на суперкомпьютерах сейчас я пойду и сразу начнем смотрите так сейчас посмотрю тут я все сказал нет так это что такое так это я сказал вроде бы вот следующий расчетный кейс который я бы хотел вам показать это так называемое разрушение дамбы или там преодоление дамбы дамбрейк вот посмотрите на вот эту картинку видите тоже как бы такая вот у нас какая-то каверночка да внутри этой каверночки расположена маленькая такая дамба видите ее такой вот как бы уступчик вот тут такая колонна воды стоит колонна воды и вот мы в какой-то момент времени эту колонну воды отпускаем под действием силой тяжести она начнет литься или как-то двигаться начнет так сейчас найдем мы эту где-то у меня тут было тюториал смотрим тюториал дам мультифаза вот она ну что мы запускаем вот авторан просто запускаем посмотрите вот он есть некий all run что он означает восстановление первой директории нулевой второе это блок меш запускает мы уже знаем эту программку строит простую сеточку по инструкции потом он setfields запускает и устанавливает что такое setfields полезная утилита вот представим что нам нужно сложные начальные условия сделать как здесь вот у нас есть каверночка вот у нас есть вот такая вот какой ступчик и нам вот эту часть начальные условия нужно сделать воду здесь оставить воздух воздух а это вода нам нужно задать чтобы по полю некоторому например вот это альфа равно единице это вода альфа равно ноль это воздух мультифазный же филдс она вот таким образом задает начальные условия посмотрите там в систем setfields dict там вот инструкции каким образом можно по полю задать начальные условия я сейчас уже не буду показывать этот файл это как бы не так важно это уже сами и вот вот этот all run я запускаю это просто скрипт ничего особенного придется подождать немножко потому что запускаю то я его на нее сразу запишу параллельно запущу запустил я параллельно вот у нас сейчас идет расчет запустил я параллельно пока он считает я вам покажу что значит запустить параллельно тот же самый как и в однопоточном режиме только обратите внимание тут run параллель и decompose пар я запустил что такое decompose это так называемый процесс декомпозиции сетки декомпозиция мы берем сетку делим ее на какие-то части и закрепляем сетку за каждым процессором процессор 0 1 2 3 и в процессе расчета мы каждому процессу отдаем свой кусок сетки и между собой например 0 1 вот они пошли считать 0 1 2 3 например и они обмениваются данными вот это параллельные вычисления пошли то есть у нас сейчас 4 процессора которые 4 процесса мы декомпозировали область и мы ее считаем значит саму саму декомпозицию мы делаем мы настраиваем в так в декомпоз пар дикт посмотрите там в системе тоже есть все одно и то же так мы посчитали да вот я смотрю вот посмотрите здесь видно процессор 0 процессор 1 процессор 2 процессор 3 мы декомпозируем область на 3 части содержимое процессор вот у нас содержимого каждого процессора то есть у нас в каждом процессоре есть свой кусок сетки и свой кусок данных на этой сетке по времени сейчас вот это указано время так теперь я покажу так 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 вот у нас красненьким обозначена вода и вот мы начинаем расчет по времени задача не стационарная вот она начала падать и переливаться через вот эту вот границу еще раз можно посмотреть скорости ну вот можно давление посмотреть какие тут в основном то будет конечно давление воды а вот скорости посмотрим вот это вот падение воды вызвало также и движение вихри воздуха тоже посчиталось выполнили мы этот расчет с вами на четырех процессорах задание вам выполнить его у себя скачать с помощью пара вью результаты их посмотреть посмотреть также блок mesh давайте еще да значит смотрите да я понял вопрос давайте я напишу сроку запуска строку запуска честную знаете там вот этот dumb break мы же какое-то приложение запускаем да название приложения мы где смотрим какое мы запускаем вот в туториал мы смотрим в control dict там будет application и application name name это имя решателя который используется для расчета в данном кейсе а мы делаем с вами давайте запустим честно мы делаем вот так вот mpi run минус n 4 указываем количество процессоров потом пишем имя нашего решателя ставим черточку и указываем что это в параллельном режиме вот эта строка честная запуска mpi здесь мы указываем количество процессоров здесь мы указываем имя solver решателя который используется и указываем что он должен в параллельном режиме запуститься в общем ваша задача вот с помощью этой строки запустить breaking dem скачать к себе результаты дамбрейк он называется да дамбрейк результаты скачать и их посмотреть второе вторая вам задача это важно увеличить количество ячеек в два раза вам придется залезть в файл блок mesh dict dict найти там место где увеличивается количество ячеек и их увеличить два задания на сегодня cavity и вот этот расчет просто выполнить увеличить количество ячеек скачать и к себе посмотреть результат все друзья мои вы в мире параллельных учислений после запуска вот этой вот команды на кластере доступ к которому я вам дал ну все на сегодня так что у нас будет на следующей лекции значит эта лекция не очень духоподъемная она она сообщает нам о том что есть инструмент openfoam как он более-менее устроен больше мы этого касаться не будем вот и как бы мы будем считать что это уже все понятно если вы будете испытывать трудности вы их будете испытывать обращайтесь друг другу обращайтесь к тем формам которые я вам написал очень активно смотрите в тюториалы и там учитесь потому что вот эти примеры расчетов они как бы базовые там все на самом деле ясно ну и в общем занимайтесь если вопросы есть задавайте там по ходу будем стараться отвечать следующая лекция будет более духоподъемная на следующей лекции мы с вами уже решим уравнение теплопроводности вот мы с вами решим уравнение теплопроводности проанализируем результаты потом мы с вами еще одну программку я вам покажу которая полезна использовать для отображения результатов графиков там всяких поверхностей значит мы с вами сравнимся сравнимся с решениями уравнение теплопроводности какие они есть аналитические ну и порадуемся когда уже будет какая-то физика и суперкомпьютеры которые помогают физике и как бы уже хоть какой-то смысл вот ну ладно все заканчиваем лекцию всем счастливо отдыхайте и подога